Небольшой совет для тех, кто любит ездить ночью или наоборот не любит, но приходится. Нужно найти вот такого вот водителя на большом грузовике, желательно легко загруженного или вообще пустого. И можно спрятаться за ним на такой вот безопасной дистанции. Во-первых, чтобы можно было тормозиться, во-вторых, чтобы было немножко видно перед собой. И вот этот вот парень уже везет меня где-то около 40 миль. Вот я его нашел, он меня опередил, и вот я за ним уже 40 миль как еду. И так не очень страшно, не боишься оленей, например, которые могут перебежать дорогу, потому что с большей степенью вероятности он его словит, чем я. Плюс решается проблема видимости. Плюс там наверняка сидит достаточно опытный водитель, раз он позволяет себе ехать 70-75 миль ночью. Поэтому вот такой вот совет, если тяжеловато, можно найти вот такого вот спонсора. Ну, может быть, от штрафа это не сильно спасает, но как-то увереннее вот так вот за ним ехать. Я стараюсь сильно не приближаться, чтобы не слепить его в зеркала и немножко вот так вот держаться правее. Ну, в общем, как бы, вот такой вот совет для тех, кто ездит ночью. По крайней мере, за нашими траками можно это делать, и они едут довольно шустро. На этом хайвее ограничение 65 миль в час, вот он едет 70. И это более не менее легально, вот. Поэтому он мне очень сильно облегчает жизнь, и я всем, в общем-то, советую, потому что резко он-то затормозить не может, как бы, поэтому шанса тормозиться за траком гораздо выше, чем шанса тормозиться за другой легковой машиной. Поэтому я вот выбираю вот такой вот способ. Ну, и может быть, он даже положительно влияет на расход топлива, рассекая воздух своим большим тикачем. Вот такой вот совет.